Редко кто может похвастаться таким большим выбором жилплощади. В финале конкурса скворечников 36 домиков для молодой птичьей семьи. Каждый внимательно рассматривает комиссия. Члены жюри признают, сделать выбор очень сложно. Эстетическое удовольствие огромное, потому что такого разнообразия скворечников мы не видели уже очень давно. Я считаю, что дети и педагоги с родителями вместе потрудились очень хорошо, создавая такие шедевры. Творчества в этом году очень много и разнообразнее по сравнению с прошлым годом. Сколько птичьих домиков сделано, всего теперь и не сосчитать. Участие в конкурсе приняли ученики всех самарских школ. Свои работы несли в пункты приема в районах. Оттуда по четыре лучших скворечника отправились на финальный этап. Этот конкурс в Самаре проходит уже в пятый раз. Основные его задачи – совместный труд в семье или в школе и экологическое воспитание ребенка. Учителя в школе, родители дома, перед тем, как сделать скворечник, они рассказывают своему ребенку, что же это такое скворечник и для чего же он делается. Ну и потом, конечно, это совместный труд в семье, потому что мы понимаем все прекрасно, что семилетний ребенок самостоятельно такой скворечник сделать не может. Он делает его вместе со своим или педагогом, или в семье с мамой и папой. Скворец, говорят организаторы, птица привередливая и творческих порывов не понимает. В яркий разукрашенный домик не заселится, насыщенные цвета его отпугивают. Такие скворечники скорее украшения. Задача комиссии – выбрать лучшие работы в двух номинациях. Пригодный вариант для жилья птиц и приз зрительских симпатий. Знакомьтесь, победители! Этот скворечник получил приз зрительских симпатий. В год экологии – внимание природным материалам. Сделан он из дерева, крыша выложена камнями и травой. А вот этот красавец стал лучшим в номинации «Стандарт». Размер соответствует, доски внутри не обработаны, нет щелей, а значит в нем не будет лишнего света и ветра. В таком домике птицы точно поселятся. Работы финалистов будут представлены на выставке на площади Куйбышева 26 февраля, во время празднования Масленицы. Затем птичьи домики отдадут их создателям, чтобы те повесили скворечники в парках и скверах города. На этом помощь пернатам не ограничится. В преддверии Дня птиц, который пройдет 1 апреля, планируется провести конкурс кормушек. Алина Чемерес, Константин Головин, События.